Музыка Архангел-огородец Алексей Сухановский стал участником кругосветного путешествия. В составе экипажа из восьми человек он совершил океанский переход дистанции в 1100 морских миль из Пхукетта в Шри-Ланку на яхте «Жульетта». Кому не хочется старости, седые кудри пригладить, да я в кругосветку ходил. Не говоря о том, что прошел тысячу-две миль. Но, тем не менее, это интересно, принять участие в таком плавании. Это не это даже было основным. Лодка уже фактически обошла вокруг света, за кормой более 60 тысяч миль. То есть это огромное расстояние, огромные нагрузки на лодку, которые, как выяснилось, не совсем предназначены для таких немучительных, таких сложных плаваний. Нам предстоял океанский переход длиной 1100 миль. Вполне такой средний. Ни большой, ни маленький. Вышли двое суток, мы, в общем-то, плюхались без особого ветра до Никобарских островов, до их траверза. Это очень интересная острова. То есть на них высадка запрещена под любым предлогом. Самая главная причина в том, что там до сих пор живут первобытные племена, людоеды, с которых так не могли сказать, что ням-ням человека нельзя, то есть нельзя высаживаться. Мы понимали, что там нужно хотя бы ночь как-то перестоять, потому что ветра все равно нет. Пошли мы немножко на нарушение. Высадились в такой совершенный берег, вид как в ботанический сад. То есть все есть, там кокосы, инжир растет дикий, какие-то мангровые заросли, там кто-то у-у-у, там все звуки экваториального леса. То есть седьмой градус широты. Двораны ползают, попали вон такие. Ну то есть совершенно нетронутая природа и такая, настоящая, как кино показывают. Напекли картошки, напекли картошки, поели. Косьминога, по-моему, запекли. Зима на нас в январь. Лето же, на пару лет. Мы высадились на самом нужном острове Никобарских островов, которые, к сожалению, не запрещены посещения туристов, да и прочих водоплавающих человеком из-за опасности каннибализма местных племен, живущих до сих пор по законам природы. Ну, население, жизнь. Райский баллон, чудесная природа, чудесная бухта. Красота. На утро мы снялись и вышли в океан. Когда проходили цепь островов, там тоже плохо, ну такие глубины небольшие, маленький шельф у этих островов есть, они похожи вулканического происхождения. То есть бухта, в которой мы стояли, она похожа была на кратер старого вулкана. Теоретически нас могло так запустить вместе с этой бухтой. Вот, проходили над шельфом, у нас удочки были с кормы брошенные, и поймали мы такого 20-килограммового карангса. Леха, держи! Давай, давай, давай. Потолкай ее. Пошла, тропеда. Я всегда был сильно подарок океана, выходной билет, что, ребята, езжайте, все нормально было. Сходя с вахты, через 10 часов ты шел снова на вахту. Это вполне достаточно, чтобы отдохнуть, выспаться, чем-то позаниматься своим. В океане появился накат, такой, ну, полтора-два метра. То есть, ну, обычный такой, в принципе, спокойный океан. Это большие валы, и в пределах тебя зрения находятся обычно там, три, может, четыре таких вала. То есть, довольно большое стоит, и ты как на качели нахожусь вверх, вниз. Когда стоишь на руле, вот эти валы подходят и напоминают, ну, вот, мирное дыхание спящего человека. То есть, там, тебе нужно обруливать их, и ты тоже так дышишь, так. Как мы планировали, через 7 дней мы стали подходить к Шри-Ланке. Вот. Все ждали, когда нас остров заслонит своей тенью от ветра. Потому что ветер в последнюю ночь был до 25 узлов. Вот, и довольно много лодка шла, значит, разгонялась до 12-14 узлов. То есть, ну, это тяжело. Мы даже с вахты сняли девчонок, и эту ночь стояли вот только, значит, ребята. Ну, утром мы стали подходить к Шри-Ланке. Появились рыбаки, которые, значит, на такой волне предлагали нам рыбу. То есть, они даже не понимали, что нам надо, если сойтись, то мы их расшибем, или они нас, просто в щепки-то, вместе с рыбой, с сетями. Подошли в гавань, там стоят военные, то есть, стоят с каким-нибудь этим Петром Великим, да, в одной гавани, там, с рыбаками, с буксирами, вот, с какими-то там яхтами проходными. Не очень удобная стоянка, то есть, надо проходилось переправляться на лодке на берег. То есть, такая рабочая гавань. То есть, находясь в этой среде, когда ты просто, ну, вот, у тебя вот такая одинаковая картинка, если смотришь в океан, на него можно смотреть часами, как на огонь, то есть, ну, вот, без всяких мыслей, сидеть, смотри, как это все, вот, игра это, никаких мыслей. Ну, греки же говорили, что есть три агрегатных состояния человека, живой, мертвый и в море. Человек другим становится, вот, на это время, по крайней мере. Это самый главный. Субтитры сделал DimaTorzok